Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обсудить с вами такую вот тему, как интервью Дмитрия Гордона с Гиркиным, Паклонской и другими неоднозначными личностями. И считают, что Дмитрий Гордон это какой-то человек, грубо говоря, тайна. Этот человек при любой власти существовал и чувствовал себя очень хорошо. Считают, что мы все должны внимательно за ним наблюдать и делать выводы. И понять, наконец-то, что и какая цель этого человека. Что за ним стоит. Что ведет его по вот этому карьерному росту. По вот этому росту информационной популярности его. Смотрите. При Советском Союзе все вот эти знахаря, экстрасенсы. Особенно Чумак, Кашпировский. Все вот эти люди не могли действовать без притрытия и крыши от органов государственной безопасности. КГБ. А Дмитрий Гордон плотно сотрудничал, по его же словам, с Кашпировским, Чумаком и иными, так сказать, астрасенсами и деятелями подобного творчества. Считают, что это наводит нас на подозрения. Что и что. И почему этот Дмитрий Гордон так всегда себя хорошо чувствует. Какая цель этого человека. Какой смысл в этих интервью, в этих всех. Мы отбрасываем эту всю дымовую завесу, которую сам Дмитрий Гордон пускает нам в глаза. В том, что эти интервью важны для истории. Что по этих интервью будут изучать историю. Что это важно для истории. Это все лишь дым. Дымовая завеса, как на мой взгляд. Потому что историю учат по документам. По многим источникам. Но ни так, ни по каким-то интервью. Тем более комплиментарным. Даже в интервью с врагами Украины. Хотя сам Дмитрий Гордон называет себя патриотом. Он улыбается, смеется. Иногда даже просто веселится с этими людьми. С противниками существования самого государства Украины. Так может вести себя человек, который истинно за Украину. Считают, что этот человек популярный. Но кто его сделал этим популярным, я не знаю. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки.